Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы с вами рассмотрим создание мероприятий в Фейсбуке. Как мы раньше с вами проходили, сначала нужно было нам создать страницу. Вот у нас есть действующая страница Центра учебного фристадии. Теперь мы хотим создать новое мероприятие учебного центра. Для этого что нам нужно сделать? Итак, на страницу учебного центра заходим и открываем меню. Вот слева у нас тут есть меню, мы тут выбираем раздел мероприятия, нажимаем. Сейчас оно у нас загрузится. И вот тут есть кнопка создать мероприятие. Нажимаем на кнопку создать мероприятие. У нас откроется окно, и мы должны будем его отредактировать. В появившемся окне вот у нас спрашивают сменить фото. Мы сейчас сюда загрузим фотографию. Раньше я вам говорила, что сюда нужно загрузить фотографию размером в длину 400 пикселей, а в высоту 150 пикселей. Мы должны сюда выводить сейчас существующие у нас картинки. Сейчас мы ее сначала найдем. Так, минуточку. Вот у нас загрузилась фотография, картинка. Пишем название мероприятия. Если это учебный курс, пишите курс. Если это какое-то другое мероприятие, можете просто написать презентация или конференция и так далее. В нашем случае мы организуем курс, поэтому мы пишем наименование мероприятия. Курс. Так, бухгалтерский учет. Отмелья до... Итак, поехали дальше. В описании. У нас в описании мы можем скопировать текст со старого мероприятия или же вписать новый текст. Сейчас мы еще одно окно откроем. Вы можете заготовить текст мероприятия, например, в отдельном файле. И его скопировать и вставить. Или произвольно написать текст. Или просто скопировать в предыдущих мероприятиях, как мы сейчас собираемся сделать. Сейчас оно у нас загрузится. Пока дальше по отредактире. Категория. Так как тут у нас нет образования, мы выбираем категорию «Другое». Но вы можете выбрать любую другую подходящую вам категорию. Дальше. Ой, что-то у нас сейчас... Вот другое. Вот смотрите, частота повторения. Если это у вас мероприятие одноразовое, вы можете просто его однократно поставить. Если же оно у вас будет постоянно проводиться, например, неделю раз или в месяц раз, вы можете выбрать частоту. Мы выбираем частоту еженедельное. В неделю раз у нас будут формироваться группы. Итак, выбираем дату. Так, если у нас сегодня 27-е, и неделя, если взять... Ну, вы можете любую поставить сюда дату. 11 июля поставим, к примеру. До 1 августа. Время можно подкорректировать. 16-0-0. У нас по полтора часа занятие, поэтому ставим полтора часа. Ну, вы можете 3 часа по стателю, 2 часа. 17-30. Так, вот у нас загрузился, по-моему. Сейчас мы откроем прошедшее мероприятие. Пока у нас тут грузится. Мы будем дальше тут редактировать. Так, 17-30. Организаторы. Учебный центр в нашем случае. В вашем случае пишите наименование организации. Ключевые слова. Итак, по ключевым словам вас могут найти в этой сети потенциальные ваши клиенты. Если у нас курс о бухгалтерском учете, мы можем написать, например, бухгалтерия, проводки, зарплата, налоги, и так далее. Сюда можно вписать ссылку с сайта. Так, все. Осталось только описание нам добавить. Сейчас мы его добавим. Предыдущие мероприятия сейчас откроем. Найдем. Так. Все загружаются. Если это онлайн мероприятие, можно вот сюда вот галочку поставить. Вот она загрузила. Сейчас мы откроем с вами предыдущие мероприятия по бухгалтерскому учету. Кликаем на ссылку. Сейчас она у нас загрузится. Если у вас на мероприятие можно приходить в детьми, вы можете галочку поставить, можно с детьми. Если же нет, тогда не ставим. Вот тут про волонтеров тоже указано. Вот загрузилось у нас мероприятие предыдущее, вот прошедшее уже 12 числа. Мы можем скопировать текст. Если нужно будет сделать какие-то корректировки, отредактировать, тогда есть еще у нас кнопка редактирования. С ее помощью можно будет внести изменения в описание. Так, сюда вставляем. Вот у нас текст вставился. Если хотите подкорректировать, вы можете в любой момент внести изменения в текст, в описание по необходимости. Ну и в конце опубликовать. Ой, дату года неправильно постел. Сейчас. Ой, у нас тут завершение 1 августа стоит. Сейчас мы его подкорректируем. Одиннадцатая. Первый день мы должны поставить одну дату. Так, опубликовать. Сейчас мы посмотрим, оно должно было у нас появиться. Так, мероприятие. Вот. Одиннадцатого июля. Вот это у нас появилось новое мероприятие. Вот мы с вами его организовали. Что мы можем делать с этим мероприятием? Мы можем поделиться в группах. Поделиться с друзьями. Вот. Публикация. Если кому-то будет интересно ваше мероприятие, они вот тут могут поставить оценку «Интересует» или «Пойду». Затем вы можете им перезвонить или написать мессенджеры, дать дополнительную информацию. В принципе, вот так вот создаются мероприятия в Фейсбуке. Если будут какие-то вопросы, вы можете в комментариях оставить. Мы вам, конечно же, ответим. Спасибо за внимание. До следующих уроков.